В 49-м году здесь вместе с несколькими другими тысячами латышей, которые здесь оказались тогда на строительстве этого нового города. И он не работал на стройке, он работал поваром и кормил всю эту огромную армию, которая тут была. Вот там такая история, я думаю, что вы понимаете, что всё там не так просто. Семья была вся депортирована, поэтому вернуться в Латвию ему было фактически некуда. И он в Риге, в Ригу на мотоцикле, когда у него свободные какие-то там выдавались, выдавалось время, он ездил. И остался в Нарвии, как раз там открылся ресторан «Балтика» в это время на улице Пушкина. И там жили мои родственники, другие эстонские и латышские. И папа так и остался в Нарвии. Потом в Нарвию приехала моя мама из Тартума, из Эльва. И они познакомились. И потом в 1957 году уже родилась я. В общем, городу силами 57 лет. И я тоже родилась тоже в 1957 году. И живём мы в домах с мужем, вот моим Евгением Петровичем. Один дом на Маяковского тоже в 1957 году построен. И в Нарвии у меня дом тоже в 1957 году. Так что мы такие сплошные юбиляры. И, вы знаете, мне особенно приятно и вообще удивительные какие-то такие происходят истории в жизни. Я думаю, вы каждый можете рассказать что-то особенное. Как складываются обстоятельства. То есть мой отец, когда-то будучи совершенно молодым парнем, да, оказался здесь. В совершенно чужом для него месте, да, из Латвии. Из своей любимой Латвии он оказался в Эстонии. И теперь я, теперь здесь, будучи замужем, вот живу уже здесь 17 лет. Ну, Нарва моя тоже никуда не делась. Там моя квартира, там живёт наш сын. Представляете, я поэтому подумала, что даже просто в память оба сына-отце, который так хотел, чтобы я играла на аккордеоне и училась. И всё, он сам был прекрасным человеком. Он знал четыре языка. Он играл по слуху на разных прекрасных инструментах. И мне очень приятно, что вы хотели, вот сказала ваша директора, что хочет, чтобы, чтобы позвучал аккордеон. Я выбрала самые простые мелодии. Они популярны. Так, чтобы они всё-таки слушались вот здесь, вот здесь, вот в этом чудесном милом скверике. Так что, пожалуйста, сейчас вот немножко я вам поиграю. Может быть, вы узнаете эти пески даже. У кого какие ассоциации? Кто-то говорят, что это... Как его там мультик-то называется? А, ну погоди. Ну это, конечно, не ну погоди. Это просто они там насобирали разных мелодий. Это музыка пяти. Называются колёса. По-эстонски можно сказать раптор. Но мы называем её весёлые путешественники. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА